Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Игнатьевич, я на минуту. Что-то я не вижу вас. Я не знаю, у меня что-то. Сейчас, секунду я сделаю. А-а-а. Так, сейчас. Я тут можно лежу. Это, так и не получилось у вас видео поставить, да? Нет, конечно. А мне даже не разрешили. Кого? Она там даже дома, я смотрю, и все смазанное. Ну, в сто раз уменьшится. Зайдите на мейл.ру, я там вам послал ссылку, дал ссылку. Вот я у себя установил это видео. Я подумал, что, может, перед пересылки что-то или как получается-то? Почему? Я такого даже не слыхал, что в сто раз уменьшится. Вот сейчас на мейл.ру зайдите, я вам ссылку дал, чтобы применять. Да ладно. Так, подожди-ка. Применять, включите ЕС. Так, мне надо в почту зайти. Нет, на мейл.ру зайдите. Я зашел. Сообщение. Сообщение, да, сейчас сообщение. Я тут закачку делал, она не сразу пошла-то. Сейчас, минутку. На вас, Сергей-то, не выходил этот священник-то, Дудин? Да нет, пока нет. Вы так, как будто ничего не ошибка-то разузнайте, как у него там дела-то обстоят. Я как говорил, все так и идет по этому сценарию. Они его уже берут в клещи. Да он зря полез, он полез на прополу и прям уже, и уже рекомендует всем, и все. Фонт из сапога стал. Я говорил, ребята, будьте осторожнее. Это волки лютые, это. Ну, видишь как, они нападают на него, и не слышно только за то, что он переговаривает. Они вообще как сумасшедшие. Да разве... Да вот самое-то есть, авторитарная секта-то, православная-то. Откуда ж это годится-то? Вот, фильм. Получше. Слово «получше». Это мне что, его сейчас можно перегонять, да? Вот сейчас скачай, пусть он скачивается, а вы в Mail.ru зайдите и посмотрите. Я вам дал ссылку. Вот этот фильм я у себя поставил. Вот у меня сейчас в своем сайте фильм, он отлично все. И звук, и видео, отлично все. Так, подожди-ка, я спрошу. Тут два вы прислали. Один называется «получше». А вот этот, брат, или какой? А, вот она, вверху, серьги. Три, фильм, три. Ага, минутку, сейчас я нажимаю. Так. Так, сейчас я спрошу, Володя, помогай. Бестолочь такая. Так, где мне скачать? Вот здесь, наверное, вот. Мои беседы. Вот это, да? Скайп. Ну да, видимо. Ну, видимо, так. Я теперь сейчас... Она меня сейчас спросит, куда закачать. Ну, и пусть она закачивается, а мы маленько отдохнем, поговорим. Ах ты! Теперь вот скачать. Сохранить на Яндекс это не надо. Надавляю скачать. Сейчас она ее должна начать отсчет времени. Так, сохранить. Первый раз нажал. Ну и сохранить второй раз. О! Дала загрузку. Ну вот. А что она дала-то? Что-то пошла щелкивать. Одиннадцать, десять, три. Девять пятьдесят восемь. Ну, десять минут все-таки это сколько? А она по объему уменьшилась? Игорь Тихович, он сейчас слушает меня внимательно. Да, он сейчас слушает, помогай. Слушай. Зайдите в Mail.ru. Ну, давай. Сейчас, сейчас. Подожди, в Mail.ru я зайти должен. Вот. Ну, вот в Mail.ru я сейчас тогда отсюда уже отхожу. Минуточку. Мой мир. Все как положено сделаем. Вот вы как-то тут лежите, вот, когда открывается ваш-то. Какой чистенький, какой ясный видеть-то. Ну, нам бы такой-то фильм-то сделать, чтобы... А то прямо расплощи-то, как будто я где-то под водой сижу. Да и вода еще такая рябит. Так. В мой мир я зашел. Так, сообщение открывайте. Сообщение открываю. Я в нем был. А оттуда еще я ушел-то зачем? Я там и был на сообщении. Так, позвоню, я выслал еще раз на почту, вы говорите. Смотрите, разместил у себя этот ролик. Вот туда нажать посмотреть, да? Нажмите, посмотрите, как он. Вот у меня он отлично работает. Сейчас, сейчас. Посмотрю, перейти надо. Я сидел, ждал. Ну, я не сидел, у меня работа-то была. Ага. Загрузка с канала. А-то в Ютубе. Так, минутку. Как моя беседовалась? Так, сейчас я передвину дальше. Но передо мной выходит доктор юридических наук Сорокин Виталий. И он говорит, как будто я стою на кафедре. Так, минутку еще возьму. Высветил внутреннее наше разложение. Погибель. Хотя сам... Посмотрел в разных местах. Очень темное, не пойдет. Они меня просто... Ну, я вижу, что они справедливо говорят. Такое же качество, такое же. Такое же, как было. Ничего не изменилось. Ну, как же, вот так. У меня, я все вижу четко, но сравниваю даже с вашими роликами. Одинаково все. Я про это и спрашиваю. Ну, почему у меня такая-то? Неужели это за счет пересылки? Ты все время делай поправку, что я не понимаю. И меня надо, говорится, так слепого за руку вести. Ну, а тут-то просто я нажимаю, она перекачивает. Перекачивает. И она... Я посмотрел, там даже мегабайта нету. Ну, совсем не... 10 мегабайт. Ясное дело, что этих пикселей-то на поминку не хватит. Я вот выяснил вам видео, я сейчас скажу, сколько в нем. И в объеме я сейчас скажу. Так, подожди-ка. У вас, наверное, какая-то такая программа очень мощная-то. Мне так никогда не ужать. У меня вот я ее ужал, она только 3,5 раза ужимает. Больше она нет. Так это я с оригинала. А если я прокачиваю еще раз, она ее не берет уже. А вы мою уже ужатую, еще ужали, я сейчас даже, не знаю, в 31 раз. Это вообще... В общем, я вам высылаю 145 мегабайт видео. 145. Вот, которые я сейчас закачиваю, да? Она загрузила. Все, загрузила. Сейчас я посмотрю. А, нет, вообще 5 минут осталось. Ну, вот, которые сейчас давали, я смотрю. Ни глаз, ничего нету. Все просто смазано. Видимо, у вас слабенький компьютер такой. Я не знаю, у меня очень хорошо все... Вот я-то даю туда, когда другие это там смотрят, на меня посыпались, прям не знаю как. И вчера сразу программист приехал, купили они на 2 гигабайта. На 2 терабайта там это, 2000 гигабайт. Чтобы я туда закачивал и вообще не трогал больше, совершенно. Отдавал их в том виде, в котором мы снимаем. Тем более, снимаем-то аппаратура-то слабенькая такая. А большую-то нам и никогда не купить. Я в другой раз вижу, они где-то идут по улицам, снимают. Ну, я видел там, где с губернатором встречались, с ГТРК. Так они на плече несут ее. Она, наверное, там килограмм 7, не меньше. Ну, конечно, надо бы получше эту самую камеру. Но я вам скажу то, что для скайпа это нормально. Потому что в скайп вам не дадут ставить большого объема ролики. Там нельзя выставлять большого объема. В скайпе-то? Ну, а тут те-то мы с вами ставили, а они нормально прошли? В моем руке нельзя ставить большого размера, нельзя ставить. Ну, а я-то только на Ютуб загоняю. Я и говорю, на Ютуб нельзя ставить. Нельзя? Нельзя, они не примут большие ролики от вас. Ну, они у меня сделали там какую-то поправку, и там на администрации мне разрешили большие... У меня разрешение есть. Ну, большие, в каких пределах большие? Ну, 300 мегабайт, ну, не гигабайты заставить. Да, прям под гигабайты никакой для меня нет ограничения. Они там запрос какой-то сделали, и мне дали разрешение. Я вот в прошлый раз закачивал 950 мегабайт. Больше это очень долго качает. И знаете, чтобы вы мне прислали такое видео, уже такое... Ну, понятно, но, который я смотрю, вот который я посылал, и который я пришла, но тут даже сравнивать не надо. Наши намного лучше. Я вот сейчас, минутку, сейчас Володе покажу. Володя, вот смотри, я сейчас сдвигаюсь с места. До конца осознался и не осознавал. И поэтому, и хорошо, что не осознавал, ему легче отвечать. Смотри. У меня, когда КГБ допрашивали, я насчитал архипелогулок, а за ним гонялись. А где, кто вам дал? А я знал, что это будет. Так, теперь я его сверну, и который у меня здесь, оригинал стоит. Скайп, мои беседы. Так, я сейчас посмотрю, а это или нет. Так, сколько оно? Это тот самый, который пришел. Так, это я закрываю. А вот эту сейчас я зайду. Вот она где, вторая. Вот, которую сейчас мы смотрим. Да, что-то такое. Подождите, даже есть у кого-то и старин. Боль старинных, мы видим. Дьявол цепями тянет верующих в ад, огонь горит. И первая, первая. Первая. Значит, глаза-то тут видать все, да? Ну, тоже плоховато. Ну, конечно, плоховато. Что там говорится? Прискажите, что это такое? А чего? Ну, мне некогда в этом... Я уж просто осознаюсь. Мой отец рассказывает, как за одно слово арестовывали. Он инвалид войны, тогда шагде. Мы не понимаем, что Бог героя восставляет название этому дне. Я на голову опустил и напилась молоко. Зачем? Закрою. И снова возвращусь туда. Вот теперь смотри, я открываю. Ко мне как заходишь, а у меня по стенам осознанее 12,8 квадратных метра комната была. И тут... Нет, это... Вы, Сергею, скажите, что когда на компьютер я направляю, там качество хорошее, а когда на вас направляю, качество хуже становится. Вот который он прислал в видеоролик. Ну, тут я уже не знаю, видимо. Почему именно компьютер это отлично? Он сам-то хорошо смотрится, Сергей. А вы смотритесь плохо, размычно. Вот оно что. Значит, тут у нас... Так, ну что на это сказать-то? Сергей, вы слышали, да? Я не слышу, что... Я говорю, когда я на вас видеокамеру направлял, снимал, это качество очень хорошее, которое вот сейчас вы переслали. А когда на Игнатьева я направляю видеокамеру, здесь качество потеряно. Он расплысит, и такой Игнатьевич смотрится. В общем, так, знаете, что я вам скажу? Давайте, выставляйте этот ролик. Я над этим роликом работал 5 часов. Да, вот который вы сейчас прислали его выставлять, да? Да, выставляйте его. А следующие ролики делайте с большим объёмом. Выставляйте большого объёма. Вот, если у вас есть... Есть уже диск такой на 2 терабайта, да? Нет, нет, его ещё не принесли. Они его хотели вовнутрь туда загнать. Я говорю, нет. Сделайте, чтобы он был у меня наружный. Потому что Володя его берёт, и тогда идёт, у них там снимают. Ну да, оборудка не надо, пусть он снаружи будет. Чтобы он съёмный был-то. Ну и тогда увезли назад, новый привезли вчера. Ну вот, и на него загружайте, и выставляйте большие. У вас слабый компьютер, и на технике слабый. Вот, которые я привёз с нашей поездки, и они у меня забрали. Ну, качество даже и сравнивать не надо, лучше нашего-то. У них, правильно, говорят, а люди, которые смотрят на большой экран, а там-то, ясно дело, оно разряжённое, говорят, вообще ничего не видать. А вот этот, который... У меня, знаете, какой экран? У меня экран метровый, метр целый, больше метр экран. И вот я на нём смотрю, ну, нормально, для Ютуба нормально всё, качество хорошее. Ладно, тогда я эту ставлю, больше мы не будем этим пересылкой заниматься и проще. Они у меня застряли, на одном месте стоят. Сегодня на меня несколько раз уже выходил с утра, этот Дудин-то, эти серьги-то. Ну, и свои там дела. Я сейчас могу даже показать, как бы в разговоре, что есть, чтобы, когда он будет разговаривать, вы как-то подошли к этому утешить, чтобы он для виду или на самом деле говорит, что у него, ну, хорошо дело идёт. Ага. Это у меня тут ишь так много загружено, и даже не поймёшь, где чего. Сейчас я посмотрю, вот где. Ответ быстрый, ответ скорый. Вот последние его были. Ну, вот, конечно, не надо так себя, он прям сразу и в пламя прям укинулся с головой. Как будто бы ничего там и не было, они просто сцепляют его. Ну да, ну, ему не надо было там заветоваться, ни с кем, он бы свои дела потихоньку делал бы, да и всё. У него какие-то встречи там, я не знаю подробностей. Вот он говорит, добрый день, поговорил с настоятелем в обвинениях против меня в том, что я беседую с вами и прочее. Так вот вообще с ума сойти. Какой же он священник, если над ним такой контроль, что ему беседовать даже нельзя ни с кем. Ну что, тюрьма какая или что. Что на меня, мол, подадут в церковный суд. И вообще, а фонареть, говорится. А мне настоятельный говорит, видимо настоятельный, тогда привёл, привет тебе от суда. Потому что, говорит он мне, я зампредседателя церковного суда в Томской епархии. Никто такие глупые обвинения против тебя даже принимать не будет. А сейчас настоятельный начал изучать ваше пособие. Я дал ему, он тот, который помощник-то судит. Ничего против вас не говорит. Просмотрел он все ролики, ютуб, где я беседую с вами и говорит, что где-то правда в ваших словах есть. А я ему и говорю, да не где-то, а во многом. Он согласился. Вот так рассуждает замп церковного суда. Шутит, что если всех-то запретят, то все поедем в Потеряевку на поселение. Вообще. Вот так. Наши новости-то. Я говорю, вы, ребята, утешайтесь. Всё, у меня она не показывает. Не прокручат или ещё? Нет, от вас зависит это. А, от меня не зависит здесь. Ну, видишь, как вот, слабенько идёт. Ладно, я сейчас посмотрю, она уже закончила загрузку. Сейчас мы начнём проверять, сколько она перегнала ко мне сюда. Вы ютуб загружаете, да? Нет, 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 я к себе только перегружал. На этот-то. Смотри, где-то должна быть. Залось-то тут у меня всё как надо. Вот это она была у меня. А куда она её делала-то? Вообще непонятно. Скайп номер один. Она куда-то разметала. Тут уже два было, Володенька, помогай давай. Вот. Ну, ясное дело, что тут до 11 мегабайт. Это не это. А куда же она её скачала-то? Ещё ничего не поймут. У меня столько тут на экране сегодня я потерялся. Я их буду завтра распузыривать. Нету ничего нигде. Куда она делала-то? А мою-то моя была, и то, и мою нету-то нигде. Вообще. А! Безымянный, подожди-ка. Нет, не безымянный. Нет, не безымянный. Да, наверное, это название моей беседы с игла. Ну, вот, наверное, она и есть. Вот теперь я сейчас её посмотрю. 145 мегабайт. А я по ней шоркаюсь и думаю, что это давечная. Ну, вот 145 она. А она в два раза меньше стала. В два раза. Там она 310. Теперь слышно. Ну, ещё, значит, я её тогда сегодня буду загонять на YouTube, да? Да, потому что я там сделал, там... Я там добавил видео и Максима, понимаете, он там... То есть отрывки такие есть Максима и Кураева, отрывки есть, я там вставлял. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот, то есть там очень разъяснительное такое видео, чтобы зритель не терялся, а там конкретно, подробно видно, о ком говорится и что говорится. Ага. Ну, ладно, я-то не знаю, чего она крухит на месте-то не показывает. Ну, это что-то у Сергея моего или в интернете. Почему у меня не показывает ваше изображение-то? Отчёт. Ну-ка, посмотри. Ну, просто кружится кружочек и всё. Кружочек, а-то крутится колесо посерёдке. Ну, ещё раз, закройте ещё раз, загрузите. Давай, и закрыл. Вот, и ещё раз. А ну-ка, сейчас вы выходите, это я выходил. От меня вообще плохо. Поэтому правильно, что я сижу, никуда не лезу. Вот видишь, какое дело. Так вот, у вас не закрыта она, скайп-то. А чё он скайп? Какой? Вот этот-то не закрытый. А-а-а-а. Ну, ладно, закрою, загрузку закрою, скайп закрою. А почему он работает, скайп сейчас? Ну, ещё сейчас что? Вы же его закрыли, а он работает. Где он работает? Ну, Сергей-то я слышу, как что он шебуршит там. А-а-а. Ну, я ещё могу ответить. Не могу ответить на это. А вообще здорово быть бестолковым. За тобой ухаживают. А они за руку ведут. А-а-а, вообще нету. Да, он сейчас он даст сигнал-то. Я уже знаю, дальше ещё нажимать. По-детски отношусь к этому. А у вас чё вы смотрите? Какой у вас этот проигрыватель? А, кто знает? Вот, какой. Мы ничего не можем сказать. Прости, брат. Не знаю. Вот для этого я вам говорю. У вас приходят программисты, да? Да. Вы мне дайте связаться с программистом, понимаете? Он вам установит такую программу, что я буду заходить сам на ваш компьютер. Сам я смогу заходить на него, понимаете? И я вам там всё порасставлю, всё сделаю как надо. Да у него есть такая... У него есть, это он сам делает издалека. Это там Time Viewer какой-то там. Да, 5-й что ли номер. Это нет, тут это не надо. Это даже это. Вот. Ну чё, сегодня она даже у меня дальше не прокручивает. Видишь, она на одном месте стоит. Главное, она вас мне не показывает. Ну ладно тогда. Чё там по этому-то? Я гляжу, помаленьку там продвигается по форуму. Да и чё там продвигается? Там мусоль одно и то же. Там ничего нового. Я хотел сказать, вы кому-то своим или как сделаете там, чтобы ключ у кого-то был. А так, что-нибудь заболеете или помрёте, но и никто туда не зайдёт и пропал такой труд. У меня все пароли, я всё оставил. Их все знают, и все пароли яркие. Ну, тут ещё так и на нас можешь скинуть, чтобы мы, говорится, взяли управление там или кто-то там. Вы не поймёте, это я вам дан, но вы не в курсе, сами не сможете над программистом такие... Да, программисты сделают, лишь бы было что-то. А так-то, видишь, как я вот ухожу, я всегда нахазываю, где, чего, записки оставляю. А то, говорит, и искать-то негде будет. А это такой труд и... Я вот сегодня всё отпечатал, все пароли положил тут на виду. Ну, пока я делаю сайт, он пока прикреплён к моему, к основному сайту, жития.ру. Ты вот что мне расскажи, давай-ка, пока не видно как-то. Это я не привык с тобой разговаривать, а чтобы тебя видеть-то. Кто тебя там обижает из-за нас-то? Есть такие? Меня никто не может обидеть. О, минуточку. Сергей Дудин зашёл. Сейчас я посмотрю, что. Ты выйди как-нибудь на меня так, чтобы там видно-то было. Так, и говорит, святитель, отче Николай, моли Бога, она с праздником вас. О-о-о-о! Вот он вышел как. Вот так, сейчас я его поздравлю. Меня обидеть никто не может. Меня Господь в таких руках крепких держит, что ко мне не подступится никто. Ты не шибко от них зависишь-то. Ты же не поп. Они ещё с тобой не сделают. Чего? А чего они мне могут делать? Я вот стал с вами общаться, у меня и коды стали в три раза больше покупать. Я по ночам ложусь спать, да, и говорю, Господи, молюсь-то, Господи, вот ты мне дай какой-нибудь знак, если я что-то неправильным путём иду, ты мне хотя бы намёк какой-то дай. И молчу, и у меня такая благодать по всей душе разливается, у меня такое спокойствие, такое, то есть он говорит то, что ты на правильном пути, не сворачивай с него. Я вчера этому послал материалы, мое рассмотрение, вопрос о фильме, о, а то Остров был это, Соболев, Юра-то. Он говорит, я это прочитал, на душе, говорит, у меня такая радость, как будто пелена с глаз сходит. Так я, говорит, вас приветствую стоя. О как. Стоя. Аплодирует. Я, говорит, так я это из своих книг я взял, скопировал и в одно слепил и отдал. А вот сейчас я ещё собрал тут материалы из этих, о русском языке. Я вам послал это? Угу. Вот потом как-нибудь возможность, посмотрите, там высказывания митрополитов разных, патриарха, Тихона, то есть очень-очень важно. И доказательство о том, что, ну, ясно дело, понятно или непонятно, что тут толковать-то? Непонятно, это пешка стоит, никому она не нужна. Так вот. Я вот, знаете, сколько я уже, вот как в интернете сижу, я находился в таких поисках, я чувствовал неправду какую-то, я ощущал её всей душой, вот эту неправду. И вот, и нашёл вот эти все ответы у вас, понимаете, в чём делаю. Я нашёл то, что искал много лет. А ты-то понимаешь, почему мои ответы к тебе легли-то на сердце-то? Что эти ответы написаны без раболепия перед кем-либо. Перед тем, как отвечать, я молюсь, и только одного, Господи, любимый мой пророк Иеремия, там Михей, помогите мне нигде не слукавить. Вот сейчас бы сказали, но есть где-то ты отвечал, и кому-то приглядывался в глаза, нравится, не нравится. Не знаю такого. Вот Андрей Кураев это точно сказал. Ему, говорит, всё равно, наплевать на ваше мнение. Я Бога люблю, и ради Иисуса Христа всё это делаю. Не то, что я там смелый какой-то, наоборот. Вот когда надо мной суд был, меня судили в Краёвом суде, зал полный был. Меня, главное, протаскивали по коридору, вдвоём тащили за руку, и через народ не могли протащить охранники. У меня в зал суда 12 человек краснопогодников заводили. Они раздули такой ажиотаж, что я связан с японской разведкой, нашли радиостанцию, ну там, знаешь как, вообще. Ой-ой-ой-ой. Вот как вспомнишь. Ну что, я это всё как бы хочу сказать вот здесь. Там-то как раз люди-то видят, как ты сидишь-то. Но я потом и спрашиваю, когда вернулся уже, я говорю, скажите, какое у вас было впечатление, когда я отвечал прокурору, судям, свидетелям. О, говорит, как вы смело говорили, там, рубили, там, коммунисты, не коммунисты, а погибели КПСС, говорили. Я говорю, а я, говорил, у меня внутри всё содрогалось, я как последний заяц сидел. И Анна Таус об этом говорит, но это вину Бог не ставит, если ты выдержал. А внутри это совершенно естественно. Бог так посадил душу с телом, говорит, что она не просто разрывается. Она бы мигом раз вышла, петлю надела. Да нет, это не так. Она крепко посажена, душа. И мы не так просто с ней расстаёмся, потому что вне тела, в душе жить больше негде, только уходить. Да. Они на мне пахали, будь здоров сколько. Что интересно, вот священники, которые против, проходят какое-то время, они начинают маленько по-другому, гляжу, это обмяклито. И вопросы задают, а мне, ну я молчу, но до того смешно, потому что такие вопросы, ну это же, даже не на первом курсе, это в пятом классе, в шестом школе, уже можно знать. Они не знают, они задавлены, они не свободны. И поэтому ни в свободе ничего не изобретается. Все компьютеры, всё заграничное. Почему? Задавили, никакая бионика не движется. Всё только что своровать успели где-то. Атомную бомбу там своровали. Свобода Духа, где Дух Господень, там свобода. А Духа Божия нет, они это и говорят. Вот сейчас, скажи, что они к Максиму привязываются-то? Мы же с вами об этом говорили. А я сегодня небольшое написал, я могу вам послать. Что интересно, я написал, и как бы, как бы к Максиму, он говорил, мне нужны там места Писания, святых отцов. Ну святых отцов я не стал брать, потому что многие не принимают, а уж Библию точно. Ну и Сергею-то Дудину сказал, я тут сегодня написал, да не знаю, как вы, ребята, выдержите, нет, надо, чтобы вы... И он не запросил, я говорю, ну надо, запросишь. Но я говорю, что вы сами решайте, кому её дать-то. Я вам не говорю, что не говори, я тебе тайну сказал. Не тайну, просто я знаю, что это такое. Вот это Б, бля, это ство, вот которое, я объясняю, где оно, оно в храме, в алтарях. И оно особенно популярно с 43-го года стало, когда Сталин и Берия на три митрополита созвали патриарха Сергия Острогородского, Семанского Алексея, будущего патриарха. И Ярошевич был такой, видимо коммунист, Николай-то. И Берия со Сталином, больше никого не было. Они образовали структуру, то почему вы народу не говорите-то, что? А я привожу иудею, там Господь называет Самарию вместе, блудными. Блудодейство-то вот где, главное, ты с властью блудите-то. Дружба с мирами, стражда против Бога. А впереди написано, прелюбодеи и прелюбодеи. Это духовная проституция. Вы называете слова-то, блядь. Так вот, я говорю, главное-то, блядство у вас вот где заложено-то. А вы дальше-то не пойдёте. Вы даже не ожидал такого, он, Максим говорит, чего не ожидать-то? Он, сам того не знаю, ткнул туда горящий факел-то. Я не ругательство говорю, это слово, это производное оттуда. Расплодили это. Все 100% архиереев ставили через политбюро. И все сотрудники до единого. Ни одного нету незамазанного. Почему к народу-то не вышли? Покаяния нету и ничего и нету. Одним этим словом-то, люди-то, которые на него пошли, они за своих блудниц заступаются-то. А в этом никакого смысла нету. Я говорю, ты на это-то не смотри. Ты, главное, что в церковных-то кругах, зачем я внешних? Судит внешних Бог, написано. Не внутренних ли вы судите, Павел говорит-то? Зачем он это говорил-то? Какое мне дело до прокурора-взяточника? Мне, как я, как наши братья и сёстры. Действительно ли мы верующие? Действительно Богу доверяемся? Вот эта прелюбодейная связь, она и есть. На эту Б попадают и священники, и вся их причинальная когорта, весь Кагал, и до самого патриарха восходит. И главное там Б, это выше некуда. Вот они до конца-то не договариваются, и поэтому ничего и нету. Они разожгли Кадила-то и тут же погасло. Там ничего нету, там холодный уголь-то. Разжигать надо всемирный этот, говорится, пожар огня Духа Святого. Выйти, меня спрашивают, был бы патриарх, что сделал? Порвать всякую связь. Представим себе, что Нерон решает вместе с Диоклетианом, допустим, так я это перемещаю во времени-то, вызывает апостола Павла и начинает говорить, ну мы делаем вашу церковь, там, или секту, как они называли, официальной. Даем вам права такие, регистрируем. А то даже вообразить нельзя, это не можно. А как же Сталин с Берей-то образовали? Так вот мы спасали структуру. Кого спасали? Церковь? Человек церковь не спасает, ее Христос спасает. Структуру спасали. Да вам структура-то и нужна для этого. Кормушка. Надо, чтобы каждый епископ был независимый, считай, житие святого Анфима Некомедийского по Старому 3 сентября. Когда коснулось крестить, никто не знает, сказал, крестите, кто священники есть. Вокруг уже костер закладывается, 20 тысяч в храме. И сразу нашлось около шести епископов. А они под видом нищих, военных, какие угодно были. Вот что нужно делать-то. Разорвать эту преступную и прелюбодейную связь. Я об этом и написал. Я могу даже вам материал этот скинуть. Ну, он небольшой. Страницы 3, но там главное сказано. Они не хотят вперед смотреть. Я не хочу их обвинять ни в чем, потому что, ну, их рядом нету. Но я понимаю, что это все-таки страх. Поэтому я и вам... Я тогда говорил, когда я говорю, они вас начнут жрать. Да нет, нет. Я говорю, ты подожди, не торопись, не вылазь. Немножко окрепнее. Не чужие свои сожрут лютые волки. Да, он, конечно, погорячился. Ну, может и так. Он попал, он такую эйфорию ощутил. Понимаете, у них есть вот эти... В приходе они организуют такие кружки евангельские. Вот, и он, видимо, там своим... А у него молодежи много. Он, видимо, начал рекомендовать, давать ссылки на ваши видео. Понимаете? Да. И люди, люди начали уже за его спиной обращаться там к настоятелю, к его, что он дает такие вещи раскольнические. Вот, видимо, это пожаловались сразу эти прихожане на него. Я так думаю. Нет, о прихожанах он не говорит. Он говорит о высшем. Дело в том, что слово раскол, это они пугают, как враг народа. Вот сейчас, который говорит раскол, допустим, ну, не о кому-то, а о мне. Мы сейчас выходим на дуэль. Вот если вы сейчас не докажете, что я раскольник, а вы этого никогда не докажете, то согласно второзаконию 19 глава 19, и это каноническое правило есть, это обвинение падает на вас. Вот теперь вы понеси, не оправдываетесь, вы должны понести наказание раскольника. Игнатий Ильич, а если вам самим вот предложить, вот, я вас призываю вот на церковный суд, допустим. Так я предлагал сколько раз. Что ты предлагаешь-то? Я им говорил, по каждой книге составьте определенные, кто там, два-три человека, и вызовите меня в Синод. Ну, я приеду не один, потому что я плохо слышу, а платите мне дорогу. И по каждой книге, построчно, дайте, но одно условие. Говорить равное время, но это уже получается, как не только одно. И только по моим книгам во свете Библии. Во свете Библии, не по вашим выдумкам. Игнатий, понимаете, как это вы им предложили, чтобы они вас пригласили, а вы сделали, а вы сами их пригласите в Синод. Я вас приглашаю на суд. Я говорил и это, я приглашал, никуда они не идут. Вот они сидят и выпивают, священники, благочины. Ну и разговаривают. А ты слышал, наш священник-то увлекся этим раскольником-то, еретиком-то, Лапкиным-то, там, баптистом или как. Ну, один-то слушает и говорит, а он да где живет-то? Да как, он в Алтайском крае. В Алтайском крае? А я что-то даже не слышал. Так а нельзя ли его на суд-то вызвать-то? Он что, на контакт не идет или что, как пензенский затворник? Да нет, говорит, он с удовольствием всегда идет на это. Ну да давайте его вызовем-то. Они как сидели за столом, вот на меня тебе не видно меня? Ну-ну. Ты меня не видишь или видишь? Я вижу. А я тебя не вижу. И они вот так вот руками замахали и говорят, что ты, что ты, он нас сразу победит. Вот и все. Ну да, вот такую бы информацию поставить, как бы, где бы ее найти. Ну, в общем так, если тебе на сердце положено, попытайся через кого-то, у меня связи никаких нету. Ты видишь я какой. Что я готов предстать на суд. Апостол Павел говорит, посчитаю себя счастливым, что могу защищаться. Я говорю, вы меня этого счастья лишили. Это я и в епархии говорил. В епархии. Это в интернете стоит. Вся запись была. На два видеоаппарата записывали. Лучшие фотографы Алтайского края были. А до этого они отреклись. Не надо записывать. Я говорю, не надо. И беседа-то. Да кого сами себя боитесь? Интересно. Это интересный вопрос. Это вот я поработаю над ним, постараюсь. Тут еще такое. А Сергей-то Дудин мне и говорит. Ну, я ему сказал, когда вот. Ну, Дворкин такое. Ну, я-то к нему никак не отношусь. Он-то меня уже, говорит, оклеветал не один раз перед людьми. Но я его пошел на встречу побеседовать. Он говорит, ну, может, первую встречу так сделать, чтобы не записывать. Я говорю, я на это не пойду. Еще бы, воры какие-то. Он обратно дает. Да и кто правду? Что нам бояться-то? Я говорю, так если его, как у Дворкина-то, близкий, доверенный этого-то Максим Степаненко-то. Я говорю, так пусть через него и выходят. Ко мне приезжайте, меня вызывайте. Ну, чтобы там были люди, которые обладают властью какой-то и прочее. Ну, Дворкин, есть такие полномочия, чтобы он сам разбивал какие-то вот дела? У него никаких полномочий нет. Он никто. Он даже меньше полномочий имеет, чем я. Понятно. Я сейчас пойду, вот меня возят на машинах, возили раньше, во всех отделах милиции, воинских частях. А он должен сначала согласовывать. Я ни с кем не согласовываюсь. Я написал, 38 книг выпустил. Ты понимаешь? Каждая книга, которая лежит 750 страниц. И у меня не было ни разу сензора. Нигде. Я советуюсь только со своей совестью и с Богом. Так вот, за эти книги ко мне сейчас прицепился. Я его поставил в черный список. Вот, Константин, помните, в белом свитере? Вот, и он, короче, сейчас законными путями, опять же, заходит на меня. И вы докажите, что там книги Лапкина, или почему книги Лапкина не проходят цензуру. Вот, почему их не принимают ценных, не принимают эти книги. Вот, понимаете? Ну, а я что ему буду объяснить, если он настроен? Я ему не объясню. Я говорю, ну ты зайди к Лапкину и спроси у него сам. Он тебе популярно ответит. Я тебе ничего не могу объяснить. А ты так скажи сам-то, Костя, ты читал хоть одну книгу-то? Когда мой брат едет где-то в Россию-то, и его начинает говорить, он говорит в каждой книге, на первом листе, титульном, форзац почти что, вот, полуфорзац, и на последней странице его телефонный адрес. Вы вызовете его, адрес есть, письмо можно написать. По сегодняшний день, 13-й год, ни один не написал, ни один не позвонил. А говорит, не где-то на Эперханом собрании. А они на другом уровне это понимают, что у них ничего не будет. Наш архиерей, епископ Итихий сказал, когда там в епархии были, там епископ местный был, тогда убрали его сейчас, этот Максим, он говорит, вам, Игнатия, никогда не завинить. Он супер православный. Вот и все. И они перестали дуться. Что он мне докажется? Что он может доказать? Никто ничего не докажется. Я вам говорю, это личный фактор, понимаете, личный фактор неприязни. Людям не нравитесь вы конкретно, личность ваша не нравится. Ну, конечно, это верующие-то. Личный, неприязненный. Вы говорите за словами их словами. Это мирской человек может говорить-то. Когда врага обними, поцелуй, накорми. Они от злости лопаются. Они безбожники, они хуже безбожников. Я им не враг. Они друг передумаются. Не нравится, им не нравятся ваши штаны, не нравятся ваши сапоги, не нравится ваш голос. Понимаете, в чем дело? Вот это им не нравится. Глаза просто и уши не могут этого воспринять. Хорошо, об этом Сираков говорит. Не суди человека по внешности его. Опять нарушение. Да, Библию-то не считают. А почему нам даже нравится теперь, которые епископы-негры? Почему? Толстогубы, черные. Да так разве рассуждают? Вот лазер-то лежал, и псы лезали с трупа его, и оказался в раю. Я сейчас для вас живу, что ли? Вот на меня выходят. Ну вот вы могли бы как-то, я не мог этого сделать. Почему? Я показывал вам. У меня ни одного рубля нету. Понимаешь, нет? А вот май месяц подойдет, а мне нужно будет примерно 700 тысяч. И они будут поданы. Откуда-то, сам не знаю. Даже не 700, маленько, побольше. И ничего не куплю, а вернусь. Да еще на несколько миллионов подарки сделаю. Я вот сегодня посмотрел, подсчет сделал, мы вернемся. У нас только подарки за эти годы, за три с половиной года, мы сделали на 9 миллионов рублей. Нам это надо? Пусть они сделают. Чего они завидуют? Это от злости лопаются-то. Пилат говорит, знал, что пустали из зависти. Именно злоба, прямо животное злоба такая. Сатанинское. У животных нет, меня собаки любят. Я дрессировщик. Мне кошки любят. Это сатана только так делает. И они орудия сатаны являются. Как это? Какие вы верующие? Если вспомнишь, что на тебя имеет кто-то, брат, а я кто тебе? Брат или не брат? А тогда брак. А врага, тем более, накорми, напой. Почему не высылаешь мне денег? Голоден, накорми, накорми. Ты же видишь, я питаюсь не так, как вы. Вы те годы жили, у меня в среднем, в месяц, а я работаю на стройке. Не больше 10 рублей у меня на питание уходило. Ты в мою шкуру вводи, тогда ты поймешь, что мы разные люди. Совершенно разные. Игорь Тихоевич, я вот сейчас, давайте я перезвоню вам через 10 минут, я еще важную вещь одну скажу, а то у меня зависло все. Мам! Давай, туши. Нет, вы сами выключайте, потому что я ничего не могу и делать. Вы там на красную трубу на жопу. Я тушу и отошел, да? Да, я сейчас перезвоню через 5 минут. Давай. Я потушил, да? Нет. Нет, на красную трубу. А так, а... Ну, там в скайп опять войдите. Поднять, да? Сейчас, сейчас... Один раз. Так, а где она? Вот она, вот она, красная. Ну, где? Да, вот, красная труба. Вот это вот? Да. Нажал. А-а-а-а. Ну, слава Господу. Да, слава Господу. Какой день? Вот представь себе, пенсионер, 75 лет скоро будет, никакого покоя, говорит, ни себе, ни другим не дает. Вот мне сейчас заказали. Заказали люди из центра России. Завтра к ним повезут книги. Вот. Пусть они что-то покажут. Они говорят, 19 том, и для слова Божия нет ус. Пожалуйста. Мне не стыдно показать эти книги. Вот верхняя, вот она подарена вместе с трехтомником, Путину, Владимиру Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу, вот, вот она, видишь как, Медведеву, Патриарху Кириллу-то. А эти-то, что они могут сказать? Вот это вот, видишь, как она выглядит? Они все разного цвета. Вот обычно, если выпускают, произведения там Ленина, других, они все одного цвета. У меня все до одного разного цвета. 38 книг и все разного цвета. А почему так? Я сам решаю. Что спрашивать-то? Это моя печка, я пеку пироги. Как хочу, так и заверну. Я свободный. Никем не обязан, ни перед кем не отчитываюсь, ни за деньги, ни за счет. Да, я беру в долги, большие долги залажу. Но у меня договор, я умру, никому не должен. Будет возможность, одно место, я начал выплачивать деньги, за книги стали поступать, я скорее пошел, стал выплачивать. Я отдал книги ему, говорю, я магазин, ты торгуй им это, и вернешь свое. Мне нравится жить свободным. Я им не рыболепствую. Так, мне надо сходить будет.